Добрый день, с вами Дина Краснова и в этом видео я вам расскажу, какие изменения произошли в программе в связи с передачей администрирования страховых взносов ФНС и также покажу новую форму отчетности. Во-первых, обновились коды бюджетной классификации КБК и теперь при заполнении платежных поручений будут выходить новые КБК, то есть когда, например, по кнопке оплатить начислены налоги и взносы, формируете платежки по взносам, то будут выходить платежки уже с новыми КБК. Также был добавлен расчет по страховым взносам, это раздел отчеты, 1С отчетность, регламентированный отчет и когда здесь мы нажимаем на кнопку создать, мы можем выбрать данный отчет расчет по страховым взносам, он так и называется, то есть здесь он находится, если по категориям выбирать налоговые отчетности, если по получателям, то ФНС, он у меня добавлен в избранное, поэтому сразу в панели избранное появляется. Новую форму ФСС пока еще не добавили, но в ближайшее время должны добавить, она будет тоже здесь, но она будет скорее всего в этом разделе ФСС. И когда мы формируем расчет по страховым взносам, открываем новую форму, здесь мы указываем период, нажимаем создать и вот такой расчет, титульный лист раздела можно прямо из программы отправлять, если подключена 1С отчетность, либо выгружать. И после того, как он сохраняется, он будет у вас вот здесь вот в перечне находиться. Помимо расчета по страховым взносам, нужно сдавать форму 4 ФСС, обновленную форму, но пока ее в программе нет, как я сказала, появится позже. И также будет сдаваться отчет с СЗВМ в пенсионный фонд, и в пенсионный фонд будет еще сдаваться новый отчет о страховом стаже работников. Но этот отчет, он будет сдаваться уже в следующем году, в 2018, за 2017 год, пока тоже в программе его нет. Более подробно про те формы, которые нужно сдавать по взносам с 2017 года и про сроки сдачи можете посмотреть в статье у меня на блоге, ссылка есть под видео. А я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал и увидимся на следующих видео.